Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Опять заканчивается еще одна неделя, когда мы продолжаем идти и приближаться к нашей встрече с нашим Господом Иисусом, когда Он вернется. Еще одна неделя, которая прошла, когда Бог хотел говорить к нам, научать нас и ободрять нас, и насколько это дорого и прекрасно быть и сидеть у ног Его, и сидеть и изучать, и учиться. Мы были сфокусированы на этой неделе на 2-м послании к Тимофею, 3-й главе, 16-е и 17-е стихи. Мы сегодня закончим 17-м стихом. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Итак, мы говорили про то, что Слово Божие, Писание, Новый Завет, они богодухновенные, что это пришло свыше, это сверхъестественно, и что это полезно, полезно читать Слово Божие, принимать его, изучать его, находиться у ног Духа Святого, того, через кого были написаны Писания. Он является нашим Учителем. Мы видели также, что Слово Божие, оно содержит истину, и Дух Святой научает нас вот этой истине, Логосу. Истина праведности, истина святости, истина о грехе и о других вещах. Мы также говорили о том, что Слово Божие, оно полезно также для обличения, когда указывается на что-то специфическое, это не что-то общее, когда чувство обвинения, это приходит от сатаны, но когда это указывается на что-то, что ты занимаешься сплетнями, ты нетерпеливый, ты гневаешься, ты не действуешь в моей любви, или ты наоборот, идешь на компромисс, и ты принимаешь все подряд, ты не проверяешь вещи. И есть самые разные вещи. Твои отношения с твоей женой, ты не любишь ее, ты не относишься к твоим детям, ты не учишь их, и целый список вещей, на которые Дух Святой может указать специфически на область нашей жизни. Итак, Слово Божие, оно полезно для того, чтобы обличать и для того, чтобы исправлять. То есть не иди по этому пути, но иди по вот этому пути. И также для наставления в праведности. Направляет нас, как это правильно осуществлять на практике. И мы движемся от младенца, когда мы рождаемся маленькими младенцами, в сторону юноши и в сторону возрастания в полную меру, когда мы идем с Господом. И весь вот этот процесс, он направляет нас на пути правды, помогает нам, как это исполнять. И все это для славы Божией. Да будет человек Божий совершенный. Когда ты идешь по вот этому пути, и у тебя есть вот эта чувствительность, и ты постепенно уходишь от таких мест, где ты падал на протяжении пути в первые твои годы, ты изменяешься. Ты движешься в сторону того, чтобы быть совершенным. И ко всякому доброму делу приготовлен. Тебе становится легко двигаться. Добрые дела. Дела, которыми я служу для Господа. Ты быстрый на эти дела. Итак, у нас... Мы также вспоминали примеры добрых дел перед Господом. Например, в послании Иакова 1 главе 27 стихе. Иакова 1 глава 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». У нас здесь есть две стороны вот этого вот служения Господу. Итак, первое — это сердце к слабым, сердце к вдовам, к сиротам, к семьям с одним родителем. Но сердце наше должно быть таким ко всем. Все мы люди, все мы братья и сестры. Даже если кто-то не является вдовой или сиротой, все равно должно быть сердце, готовое помогать, ободрять, утешать. Вот это вот доброе желание, которое приходит от Божьего сердца. Но также это хранить себя неоскверненным от мира. Если ты хочешь быть... Ты хочешь удаляться от греха, от осквернения в этом мире, от греха. Мы вспоминаем, например, то, что написано у пророка Захарии, где говорится про первосвященника. Это третья глава. Это Иисус, великий первосвященник, который стоит перед Ангелом Господним. И его одежды, они запятнанные. То есть, его одежда, они были подобны тому, как одежда, которая вся в испорожнениях. Не может быть ничего более противного, чем это. Но это грех. Потому что мы видим, что он с него снимается, эти одежды, и его облекают в одежды чистые. И говорится, что снимите с него запятнанные одежды. То есть, он снимает. Я снял с тебя вину твою. Итак, грех, он является грязью. И мы призваны, если мы хотим служить Господу, делать добро и оставлять злое. Ещё одно место, которое мы читаем, послание к Колоссянам, 4 глава, 23-24 стихи. «Всё, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человека». Это 3 глава, Колоссянам. И здесь мы читаем, что всё, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человека. Мы это делаем для славы Божией. Вы помните, что слава, она отдаётся для Него. Вы помните, что Он направляет нас на стези правды ради имени Своего. То есть, мы это делаем не для человека. «Знаешь, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Когда мы так поступаем, Господь Он верный, чтобы дать нам награду на небесах, когда Он придёт. Также написано в Откровении Иоанна, 22 главе, 12 стихе, «Иисус говорит, «Сё гряду скоро, и возмездие моё со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Есть важность наших дел, дорогие братья и сёстры. Давайте мы примем это к сердцу и позволим Духу Святому быть нашим учителем. И позволим Ему направлять нас, исправлять нас, ободрять нас, обличать нас там, где необходимо. Направлять нас, как исполнять верно вот эти заповеди. Не будем только делать теорию, потому что вера, она практична. Но всё это для славы Небесного Отца, чтобы люди увидели Его свет и воздали хвалу для Него. Мы ищем славы для себя. «Вся слава, Господь, принадлежит Тебе». Этими словами я хочу закончить и ободрить вас, дорогие братья и сёстры, на этот новый день во имя Иисуса Христа. «Вся слава, Господь, принадлежит Тебе». «Вся слава, Господь, принадлежит Тебе».